Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Подпишите петицию. Чемпионат Европы Конев и Варцахи в Западной Армении. Никол Пашинян и Ван И обсудили сотрудничество в ряде сфер. Противник не смог укрепиться в нескольких направлениях в Нахичеване. Трамп назвал условия для приговоров с Ираном. Продукции армянского этнотуризма представлены на выставке в рамках форума ШОС в Китае. Произведения Туманяна прозвучали в Беларуси. Результаты сбора подписей будут адресованы всем государством-членам ООН. Цель этой петиции – представить генеральному секретарю ООН и государством-членам фактическое и решительное решение армянского народа. На право Западной Армении, на полную реализацию своих прав, восстановление свободной и суверенной Западной Армении. Нажмите на ссылку ниже для получения дополнительной информации о петиции. Примечание – ваша личная информация остается конфиденциальной и не публичной. Президент Конев Альберто Рийской официально пригласил президента Западной Армении Арменака Абрамяна принять участие в торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по футболу Конев и Варцахи. Мероприятие состоится с 1 по 9 июня 2019 года. Согласно таблице, Западная Армения сыграет в групповом этапе с Южной Осетией, с Океаном и по Дании. Президент Абрамян выразил благодарность президенту Конев и Европе Альберто Рийской и сделает все возможное, чтобы дать положительный ответ на это приглашение. Это способ показать миру, что спорт в данном случае считается вектором, объединяющим все составляющие Армении. Арцах – это земля, которую я очень хорошо знаю, и народ Арцаха – часть нашей нации, которую я знаю еще лучше. Как говорят, горы не встречаются друг с другом, но в Армении все возможно, добавил Армен Акабрамян. Сборная Западной Армении готова к турниру, но борьба будет довольно сложной. Единственным судьей будет дух гор, все команды должны учитывать этот решающий фактор. Мы можем подтвердить, что благодаря Коневу многие древние народы, в том числе присутствующие на стадионе, хотят подтвердить свое существование и тем самым доказать, что они уже победили. Премьер-министр Армении Николай Пашинян принял главу МИД Китая Вана И. Как сообщили новости Армении, news.am в пресс-службе правительства в ходе встречи Пашинян отметил, что провел очень эффективные встречи с президентом Китая, премьер-министром, а также деловыми кругами страны в ходе своего визита в Пекин. В свою очередь Ван И отметил, что Китай считает важным укрепление диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, договоренности, достигнутые Пашинянам в ходе визита в Пекин, еще раз подчеркнули важность армяно-китайских отношений, их продолжительное укрепление и расширение. Он также отметил, что с момента установления диапотношений между Арменией и Китаем сотрудничество двух стран эффективно развивается. «Мы готовы настроены углубить взаимовыгодное сотрудничество с Арменией», – отметил Ван И. Стороны обсудили также вопросы международной и региональной повестки, отметили важность сотрудничества в вопросе укрепления глобальной и региональной стабильности. Пашинян поблагодарил Китай за взвешенную позицию в вопросе Карабахского конфликта. Зимой, не сумев обеспечить поставки азербайджанские силы, не смогли укрепить несколько точек в направлении села Хун-Нут на Хичеванском секторе после прошлогодних операций, сообщает Разминфо. Об этом на пресс-конференции заявил полковник Андроник Пилуян, командир 5-го корпуса Министерства обороны Армении. Пилуян отметил, что каждый год и противник, и мы продвигаем наши позиции. По его словам, только два дня назад азербайджанская сторона пыталась улучшить позиции, но армянская сторона не допустила этого. Напомним, что в прошлом году, изучая спутниковые фотографии, Разминфо заявил, что противник продвинулся в трех направлениях, включая села Хун-Нут, где, по словам полковника, им не удалось укрепиться. Они оставили эти опорные пункты. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение. Такое заявление американский лидер сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Японии Синзо Абе, сообщает РИА Новости со ссылкой на China Global Television Network. «Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», – подчеркнул президент США, предположив, что Тегеран хочет переговоров. Продукция армянской сферы виноделия и натнуризма представлена на международной выставке, организованной 24 по 26 мая в китайском городе Цинтао в рамках торгово-экономического форума Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Армении, посетители армянского павильона знакомятся с армянским виноделем и историей культуры вина. Армения предстает перед гостями как новое и привлекательное направление этнотуризма. Для гостей павильона организуется дегустация армянских вин. Произведения Ованеса Туманяна были представлены в Белоруссии в рамках мероприятий, посвященных 150-летию великого армянского поэта. В Белоруссии состоялась встреча, в ходе которой литературоведы и любители литературы представили наследие Ованеса Туманяна. Присутствовали представители посольства Армении в Белоруссии во главе с послом Арменом Гевондяном, активистой организации «Дом дружбы», члены Союза Беларусь-Армения. Чрезвычайный полномочный посол Армении в Белоруссии Армен Гевондян представил армянскую классическую поэзию, ее место в мировой культуре. Поэт, член Союза Беларусь-Армении, директор международного радио «Беларусь» Наум Галперович отметил, что произведения Ована Сатуманяна близки и понятны белорусскому народу. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нубар Фолк. Союза Беларусь-Армения Союза Беларусь-Армения Оставайтесь с миром!